Друзья, всем привет, Жука Витальевна в связи и добро пожаловать на вторую серию рубрики, где я отвечаю на ваши вопросы, которые вы оставляете мне в комментариях. Данную рубрику я планирую проводить каждую среду, поэтому под каждым выпуском оставляйте свои вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я разобрал в данной рубрике. Ну а мы... Чего? Почему? Чё, там прохладно? Там круга просто страшная. А чё ты ей не одела новый этот? Она стояла вся. Её ветром сносит. Нет, новый пуховик. Чё ты ей не одела? А? А ещё же у нас есть эти... Обувь специальная. Было бы вообще ей... У вас есть, скажите, салон. Ну почему мы салоним? Какие хорошие, тоже утеплённые. От гучи. От гучи? От гучи? Вот, передай всем привет. Почти счастливая семья. Почему почти? Ну потому что ты не хочешь привет и передавать. Ты что, несчастлив? Безумно. Ты несчастлив? Счастлив. Безумно. В общем, друзья, мы начинаем. Привет, Джук и Виталий на связи. Сегодня мы с вами как обычно... Виталий, у тебя в студии шикарный панорамный вид на город с высоты птичьего полёта. Сделай видосы на этом фоне. Что там в тёмном царстве-государстве. Ну, во-первых, смотрите, я тут потихонечку украшаю. Не могу справиться. Как видите, здесь очень много света. И просто не могу справиться с дневным светом. Не могу справиться с бликами. Как только разберусь с этим вопросом... Да, у меня хороший вид очень. Здесь Москва-сити. Москва-река. И действительно очень неплохой вид. Когда разберусь с этим моментом, тогда окей. Что ты зачастил? Я этому рад. Лайк, как всегда. Да, вот сейчас вот эта новая рубрика. Соответственно, я хочу ещё новостную рубрику запустить. Хочу запустить рубрику с обзором монеты. То есть, чтобы больше люди понимали, что такое фундаментальный анализ. Потому что многие почему-то думают, что фундаментальный анализ – это типа новости почитать. Это не то, что не совсем так. Это совершенно не так. Это всё-таки разбор, потенциал, активы и тому подобное. Поэтому я думаю, разобрать там 30, я думаю, 40 хороших проектов. Там Ripple, Ethereum и тому подобное. Это было бы полезно. Ну, типа разобрать досконально. Поэтому выпусков, я думаю, будет ещё немало. Опять запой. Скинь видос, как ты бухаешь. Да нет, у меня всё нормально. Виталик, твоё видение по монете Zcash осенью халвинг. По монете Zcash неоднократно говорил, что у нас сейчас идёт глобальное падение. У любого падения, хочешь ты этого, не хочешь ты этого, будет коррекция. Здесь мы сразу вспоминаем, что такое Zcash. Zcash – это алгоритм экухэш. Кстати говоря, к предыдущему вопросу, что я говорил, это было бы людям очень полезно знать, потому что не каждый это понимает. И не каждый понимает, что у Zcash очень большой потенциал. Это не какой-то шиткоин. Если смотреть актив по уровням, так, сейчас я единственное, оп, дайте-ка, вот так вот сделаю. Вот так вот. Если смотреть актив по уровням, у него потенциал 80-100 вообще на изи. Понимаете, просто здесь вопрос именно глобального ожидания рынка. Поэтому я считаю, что Zcash – это актив, который надо просто держать в холоде, актив, который можно докупать, актив, который есть смысл докупать. Надо понимать, что как такового дна у актива нет. Грубо говоря, сейчас он на дне, и он может пойти ещё ниже. Но потенциал его коррекции, он всё больше и больше и больше. И то, что его можно ожидать за уровень 60 долларов – очень большая вероятность. 80-100 – просто большая вероятность. Поэтому я бы не списывал этот актив со счетов. Виталий, где будет дно, на твоё мнение благодарю. Не знаю. Не готов так говорить. Я думаю, что дно было 3 тысячи. Пока что я не рассматриваю каких-то там Uber продолжений коррекционных. Мне надо сейчас понять в глобалке, будем ли мы пробивать, сейчас вот, внимание, 17 тысяч. Это важный уровень. Не 13, не 12, 17 тысяч. Если мы, например, пойдём, то есть я вот сейчас как глобально его рассматриваю. Я рассматриваю глобально там проход за 10 в уровень 12. Но вы должны понимать, что там актив может начать коррекционное движение в рамках тренда, который ещё был задан с 20 тысяч. И если мы, соответственно, будем… Вот я не люблю вот эти паттерны, но треугольник, паттерн. Соответственно, если мы будем… Клин, точнее. Соответственно, если мы будем с него ловить коррекцию, то мы можем, в принципе, потенциально ещё раз сходить на 3 и даже ниже можем сходить. Потому что никто не отменял ложных пробоев даже на глобалке. Поэтому сейчас про какое-то упер дно. Вот то, что было, 3 тысячи. Пока что дно. Сейчас я жду глобально движение. Ну, то есть сейчас это как год-два. Я жду глобально всё-таки аптренд. Дальше уже будем смотреть. Витаха Рассверл. Вот что аптренд животворяющий делает. Да, это к вопросу, кто что… Мне тогда задавали, что значит веришь, не веришь. Я говорю, ну вот на опыте основываюсь, что это всё выглядит как развод. Ну что, 6600, пошли мы на 5000. Вы не поверите, вы думаете, что это я такой там ехидный, злорадствую или ещё что-то. Да вы трейдинг-вью посмотрите, что там творилось. Это одного трейдинг-вью достаточно, чтобы понять, куда там. 3, 2, 1, 0, там вообще-то. Там такие были прогнозы. Вы не должны забывать, что даже в СНГ внимание на трейдинг-вью большое. За бугром трейдинг-вью – это почти база. Поэтому я считал, что это развод. И мы наблюдали, и наблюдаем, и увидели, что так развели в глобальной перспективе лонгистов. Сейчас технарей на пробитие даунтренда уровня обует. Плюс неделька, месяц нарисовали красиво. Готовим сани. Сейчас технарей на пробитие даунтренда. Если среднесрочного даунтренда, понимаете, пробитие пробитием. Сейчас подтверждение мы получаем. Подтверждение – это не пробитие. Это совершенно разные вещи. Потому что когда мы получаем подтверждение, получаем подтверждение на крупных таймфреймах, у нас всегда входит крупные объёмы. Это не какие-то мои слова. Просто посмотрите график. Каждый раз, когда мы преломляем тренд, выходим за него, получаем подтверждение. Почему я всё время говорю? Не только пробитие какой-то там цифры или уровня. Обязательно подтверждение. Потому что как только получается подтверждение, сразу забегают объёмы. Это всё время так было. Выше 8 тысяч. Куча народа засажена в лонге. Зачем им давать шанс на закрытие? Может, лучше не давать вообще от этих уровней и потащить цену ниже, где благополучно их ликвиднуть? Ну, типа, ликвидировать. Понимаете, в чём дело? Вероятнее всего, вы тоже выше 8 тысяч. Я выше 8 тысяч. Но проблема в том, что основной объём, он ещё выше. И данные движения, в том числе, рассчитаны были, когда было там движение на 6500, чтобы и таких, как я, ликвидировать. Ну, просто я по стопам, например, не работаю. У меня все будильники всё время под рукой. Я всегда знаю, как у меня движутся курсы. И понимаю, когда нужно резко, несмотря ни на какие там минуса, вылетать, а когда можно и подождать. У Виталия, скорее всего, это, как всегда, глобальный мим. Вот, как всегда. Как всегда. Мне так это не нравится. Безумно. Есть вообще такое мнение, что, типа, Виталия, по локалке круто. Локалку ты круто. Всё. Ловишь движение. Огурец просто. А глобалку всё время мимо. У меня локалку я даю два раза на неделю. Понимаете? И, да, как бы очевидно и виднее, что локальное движение я ловлю там подряд. Потому что глобальное, это и есть глобальное. Глобальное движение полгода движения. Год. Не знаю. Может, 8500, 8800 и будет. Там закрывайся. Спасибо за совет. Но потом обязательно вниз на 5-4,5. Посмотрим. Насчёт этого я говорил. Здесь я соглашусь. Здесь 8600 уровень. Здесь надо будет смотреть, что там будет творить продавец на этом уровне. Потому что там идёт уже более глобальный даунтренд, который идёт с 13000, который постепенно понижается. И там действительно уже надо будет принимать какое-то решение. Типа закрыть позицию в ноль. Либо есть смысл ещё в ней посидеть. В какие бы обстоятельства в жизни вы не попали, не стоит винить в этом окружающих вас людей. И уж тем более унывать. Важно осознавать не почему, а для чего вы оказались именно в этой ситуации. И она обязательно послужит вам на пользу. Марк Твен. Ну, правильно, чего нет. Всё будет ок, окей. To the moon 13 декабря. Посмотрим. Виталий опытный трейдер. Всё по делу, с ним можно неплохо заработать. Ну, вот последний месяц, может быть, два, я сижу в минусе. То есть я именно говорю в минусе по текущей сделке. То есть вообще за год плюс. Но по текущей сделке, да, я зашёл слишком высоко. То есть я очень хорошо вышел по рынку, но перезащил плохо объективно. Анализировал, плохо ли я перезащёл. Да. Поторопился. Всё-таки надо было на отскоки перезаходить. Я решил всё-таки начать ловить ножи, потому что думал, что мы на другом уровне остановимся. Но с ним можно неплохо заработать на дистанции определённо. Я не хочу там себя как-то хвалить, но как есть, блин. Ну как есть. Но на дистанции получается зарабатывать. Не приглашай к себе непонятных людей, которые никудышные, типа трейдеры, тара-та-та. Слушайте, но формат интервью мне нравится. Причём здесь нравится вам там человек, не нравится там человек. Почему я не должен приглашать? У всех свои абсолютно разные мнения. Например, вот тот же Артём, да, у нас с ним просто диаметрально противоположные мнения по рынку. Просто, ну, нереально разные понимания рынка. Но при этом это всё равно интересно. Это всё равно какое-то общение. Что в этом плохого? Это круто. Зачем вот у меня вообще-то этот, наши СНГшные замашки бесят просто. Зачем сразу бежать его там, обкакивать со всех сторон. Да ну. Лайк поставил, но давно уже бесит квадрат с цифрами на мышке. Аж в глаза хребет. Квадрат с цифрами на мышке. Может, можно его отключить? Квадрат с цифрами на мышке. Это вы имеете в виду нижний, верхний уровень цены, который показывается на определённый бар. Ну, это вообще-то удобный довольно индикатор. Очень хороший. Я вам им рекомендую пользоваться чаще. Если я про то понял. Как у тебя получается просчитать набор позиций в ранние 10? Её точно не скид... А, я понял. По реализованным сделкам. Есть стаканы, есть журналы. И вы можете, отслеживая стакан и журнал, понимать, что реально торгуется, а что фейк. Можете понять, какие были объёмы. А там объёмы вливались 10 миллионов, например, по бинансу. Я смотрел, 10 миллионов реальные пройденные ордера. Не то, что там они стояли, их потом убрали. Реально, там 10-20 миллионов. Их куча была, этих ордеров. А на сливе у нас что-то по бинансу было лямов 25, что-то около того. От 20 до 30 лямов был слив. То есть явный набор позиций там был гораздо выше. И понимаете, в чём дело? Я отслеживаю всю эту тему на дистанции, на большой дистанции. И это вещи видны мне именно из-за того, что я всё время слежу за рынком. Я всё время знаю, сколько стоят активы и тому подобное. 7,550 сейчас стоит биткоин. Если вдруг какая-то резкая будет штука, мне сразу придёт уведомление. И я сразу же посмотрю журналы сделок, посмотрю, какие сделки были реализованы. Всегда видно, сносят стопы, не сносят стопы. Видно, идёт покупатель, есть объём. Сейчас, насколько мне говорят, даже есть какие-то программы, которые делают всё то же самое. Просто я начинал, когда этих программ не было. И я научился всё это дело по объёмам отслеживать. 7,800 точка входа, то, что с дуба рухнул, это самый противоречивый уровень. Не согласен абсолютно. Если мы закрепляемся над 7,800, это сразу дорога на 8,200. И, соответственно, далее... Ну, потенциал там 8,600, 8,700. Но 8,200 как минимум 400 долларов. Вам что, мало что ли? Не угадал. А вот и угадал. Труд ценю, поэтому лови лайк сразу. Но всё-таки вы вначале посмотрите выпуск, но я тоже очень ценю то, что есть такие у меня подписчики. Спасибо большое. Ощущение, что биток своё отжил. Все бабки собрали, а теперь слив. Ну, может, так и должно быть? Ну, серьёзно. Понимаете, вы просто представьте себе, посмотрите график биткоина, там, ну, вот весь. Посмотрите, какие там были сливы, какие там были, соответственно, рост какой был. Представьте, что там творилось. Это сейчас у нас всё. Мы видим, сколько проектов развивается. Мы прекрасно видим, какие бабки инвестируются. Мы прекрасно знаем, какой интерес вокруг этого всего. Причём, вы поймите, что об этом знают очень мало людей. Очень. Ну, реально, друзья, как бы это ни звучало, но мы избраны. Ну, реально, есть ещё более-более. Но то, что мы сейчас уже этим занимаемся, это очень круто. Действительно. Это вот как... Бывают люди, да, мне иногда говорят, вот, типа, в 90-е была приватизация, там себе люди наприватизировали. И такие все теперь красавцы. Я говорю, ребят, наши 90-е сейчас, вот, криптовалюта. То же самое. Через 20-30 лет я... Я, конечно, не хочу так говорить, что более чем уверен. Но я, по крайней мере, думаю и надеюсь, рассчитываю, что через 20-30 лет так же скажут, может быть, и про меня скажут. Ой, да это он там просто вот угадал, купил этой криптовалютой. Сейчас у него там что-то получилось. Приблизительно как говорят про людей, которые в 2011-2012 году купили биткоин. Поэтому, ну, не. Я думаю, что это реально и в глобальном плане тоже развод. А потом, как всё полетит, вы просто волосы все порвёте. Я зашёл на YouTube, чтобы поставить тебе дизлайк автоматом. Прости, братан, но ты редко угадываешь. Лучше начни бухать и выкладывай всё в YouTube. Ну, я как-то без вашего лучше разберусь. Насчёт редко угадываешь. Я сказал, что я не согласен с этим абсолютно. Я это аргументировал, в отличие от вас. А поставить дизлайк автоматом, не знаю, ваше дело. Мне всё равно это статистики добавляет. А что-то там негативить неохота. Виталий, вот захожу. Время от времени на твои ролики. Посмотрите, ты красава. Вы так интересно тебя слушаете. Оптимист, а тебя не отнять во всех смыслах этого слова. Удачи. Спасибо большое. Мне приятно, что то, чем я занимаюсь, полезно многим. А твой друг Первушин думает наоборот. Ну, во-первых, почему Первушин мне вдруг стал другом, знакомый, да, коллега. Ну, друг. И то, что он думает наоборот. Ну, во-первых, я уже про это говорил. Во-вторых, у всех свои подходы. Это раз. Во-вторых, я смотрел его последнее видео. И это видео, оно было разговорное. То есть, ну, типа, есть потенциал на 1000 долларов сходить. И взятый, не пойми, откуда уровни. Без обид. Артём, ты прекрасно знаешь, что у нас с тобой разные соображения по трейдингу. Там, откуда ты взял этот косарь. Ну, типа, проведя, где была волатильность, похоже. Ну, там ничего, что там 6 лет или сколько, или 7 лет, или 8 лет. Мы болтались, грубо говоря, 100, там, ну не 100, там, от 0 до 1000 долларов. И, разумеется, когда ты открываешь график, где у тебя хай-двадцатка, у тебя там вот это вот будет очень длинно и будет похоже на уровень. Но, на самом деле, это нихера не уровень. Согласен полностью, отличный обзор. Соглашаться со мной не надо. Надо принимать к сведению. И делать сводную. И анализировать самому. Но, спасибо, я, честно, вот такие комментарии я оценю очень. Декабрь будет холодным. На самом деле, несмотря на то, что мой прогноз, он лонговый, я хотел бы обратить ваше внимание, что, в принципе, как правило, декабрь – это всегда фаза продаж. И, как правило, всегда в декабре рынки падают. Если в плане температуры холодной, то, ну, не знаю, в Москве минус 2, я бы не сказал, что супер холодно. Хотя там снег сегодня такой валит. Не знаю. Давайте декабрь просто переживем. Я думаю, никаких-то убер резких движений. Ну, я лично не думаю, что будет. Я думаю, если у нас и будут какие-то сверхрезкие движения, давайте вот в две стороны посмотрим суперрезкие движения. Ну, две стороны – это, если вниз, это 6400, очень маловероятно, что ниже. Если это вверх, то, ну, 99200, я думаю, выше тоже маловероятно. Мы за декабрь дойдем. Кстати говоря, к вопросу, по-моему, по ЦМЕ такие же цели, плюс-минус, похожие цели. У тебя есть монетки, которые ты холдишь на долгосрок. Типа, купил и забил. Да, есть. Некоторые из них в просадке, сразу скажу. Зи Кэш, ОМГ, Голд, Трон, что у меня еще-то есть? Биткоин Кэш. Может, что-то забыл, но основу искал. Ну, и, соответственно, вся база у меня, кроме люмина. Люмин, ну, вот я весь его продал, продал относительно тех движений, которые сейчас неплохо продал, реинвестировал, хорошо все. И все остальные, рипл, соответственно, биткоин, эфир тоже есть в холде. Но, должен вам сказать, что есть за мной грешок. Если раньше у меня где-то было соотношение активов, трейда, который я трейдил, к тому, что я холдил, делал, ну, может, где-то, ну, вот, я тогда смотрел, где-то 70 на 30, плюс-минус, сейчас меньше. Сейчас, ну, наверное, вот половинку от того, что лежало, я точно забрал, то есть, ну, ну, считайте где-то, ну, наверное, процентов 15 у меня в холде есть. Разделяю полностью, спасибо. Виталий, чем в молодости занимался, расскажи свою биографию, так, вкратце, интересно, думаю, будет послушать. Это будет очень долгий рассказ, я очень многим занимался, я действительно очень активный человек, но профессионально занимался агрессивными роликами, катался, могу даже, если найду что-нибудь, могу вставочку сюда прям ставить. Эй, жители, руки мои в воздух хватали в попытке выжить, ноги тупо топтали пороги, движи отмороженных, я и сам уже давно не я, но верю в чудеса, будто бы они со мной, чем правда. Плохо помню, как меня зовут, но раскидаю здесь каждого чисто на своих приколах, я прикованным сердцем. Всякие сноуборды, BMX, плавания, теннисы. В плане бизнеса у меня довольно тяжелый путь был в том плане, что я не буду рассказывать про криптовалюту, расскажу именно, что интересно вообще, я госслужащий. У меня два диплома финансового университета при правительстве Российской Федерации. Короче, госуправление. Чисто министерский чел, в министерстве поработал, в двух министерствах поработал. И в какой-то момент я понял, что вся госслужба – это плохо, короче. Плохо, потому что нет никакой личной жизни, никаких каких-то доходов нет, я бы сказал так. И я психанул, и я перешел также наемным работать человеком в частную контору. Работал, дослужился, потом меня переклинило, что мне нужен был свой бизнес. Бизнес открыл, и вот череда, череда, череда бизнесов привела меня к какому-то доходу. Какой-то доход, ну всегда интересно, люди говорят «Форекс», ну знают, все-таки все знают «Форекс», все знают, что такое торговля акциями, что-то такое необычное. Туда-сюда, отсюда пришел трейдинг криптовалют, потом майнинг, потом более серьезный трейдинг, потом ютуб, ютуб – тоже бизнес. Вот, и ну вот какой-то такой путь, и действительно очень-очень много всего. Я просто такой человек, знаете, на «я люблю работать». Вот, знаете, в прямом понимании этого слова. Есть такие люди, когда, типа, надо, ну ты не можешь ничего не делать, да, я, например, и поспать люблю, да, но я как только просыпаюсь, мне нужна деятельность, 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 деятельность. Я не могу, например, сидеть, тупить там долго, что-то не делать. И мне нужно, помимо того, что деятельность, мне нужна еще смена деятельности в обязательном порядке. То есть мне надо видос записать, как-то, например, канал развить, пойти поторговать, туда тем заняться, подумать, сейчас я думаю, дрифтом заняться, посмотреть тачку, потом я думаю, может быть, уже все-таки тачку к лету купить, тоже сейчас смотрю тачку. Потому что вообще как бы у меня, я машину продал, да, но я вроде как накопил денег на новую машину, а не могу понять, зачем она мне в Москве. И сейчас вот уже у меня другой биздик, я уже думаю боксер взять. Ну просто вот двухместная такая развлекала, то есть как бы и не машина, и не без машины. Ну не знаю, это тоже, это очень тяжелый вопрос для меня, потому что потом, когда до этого дойдет, я подумаю, что, а может лучше что угодно, там, не знаю, пивоварню открыть, кафе открыть, бургерную открыть, зачем вкладываться в железку. И вот эта вот постоянная движуха, она мне как бы, да, наверное, не дает жить спокойно, не знаю, ну то есть много чем. А молодость, спорт, спорт, моделизм, куча чего вообще. Виталя, помнишь биток по 350 баксов, что думал в тот момент? Биток, помню, наверное, баксов по 800, по 350, не помню его. Что думал в тот момент? В тот момент думал, что классно. Вообще, я думал, что... Я вот могу сказать, что я думал. Я думал, что, типа, я на него тогда очень сильно рассчитывал, скажу вам честно. Могу даже поделиться, это прямо история. Я на него очень сильно рассчитывал, и меня очень сильно гнобили, в том числе и в семье. То есть у меня вообще люди, вообще не родные, никто не понимал, зачем я вообще в это, во все дело инвестирую. Зачем я этим занимаюсь? У меня, в принципе-то и... Ну, у меня такая семья, у меня тоже семья, все госслужащие. И они не понимают, в принципе, даже бизнес. То есть просто, зачем ты занимаешься бизнесом? Вот, а когда криптовалюта, а что, а как, обменять, а куда? Ну, когда потихонечку она начала расти, уже как-то по-другому со мной начали знакомые, друзья, общаться. Когда, я помню, был момент, я не помню, какая была цена, я помню, Путин даже начал говорить что-то про криптовалюту. Был такой период. Не помню, по-моему, либо в хайп, либо вот прям вот незадолго до хайпа. Тогда уже, да, посерьезнее было. Я помню, когда мне уже и коллеги на работе говорят, типа, слышал, Путин про твою криптовалюту говорит. Я говорю, ну да, прикольно. Поэтому ничего не думал. Я скажу так, я тогда, тогда я просто, я тогда даже не торговал. Тогда я просто купил и смотрел, я купил, копил и все. Дальше она 1400. Я еще как-то вообще спокойно, то есть, ну, как-то не придавал этому особого значения. Потом двушка. Ну и так далее. Почему Первушин про 1000 долларов говорит? Большая разница прогноза 1000 и 8000. Ну, я же говорю, там, это не прогноз у него был, а скорее предположение. Можно было этот ролик сделать 5 секунд, но просто сказав, что вероятнее всего пойдем вверх и закончить на этом. Но я у вас забыл спросить, как мне сделать ролик. Веришь ли ты в падение на 2000 по биткоину? Сейчас скажу, как правильно. Учитывая уровень манипуляций, верю. Но рассматриваю ситуацию приблизительно так же, как вот верите ли вы, что на Москву упадет метеорит и ее снесет к чертовой матери? Конечно, все верят. Но будут ли его сейчас скидывать? Будет ли он сейчас там прилетать вот завтра? Нет. Когда-то может. Здесь то же самое. Ну вот, пошли на 7100. Ну, я давал прогноз. Был уровень 7400. Я сказал, что мы пойдем вниз и потом будем ловить отскок. Мы сходили вниз. 7100 точно не было. Было 7200. 7200, по-моему, 7150 тоже было. Дальше мы поймали отскок. Отскок до 7700. И, соответственно, сейчас остались в канале 7400, 7600. Поэтому, как бы, все норма. Не был я ни на каких стримах. Рост – это, конечно, очень смело и оптимистично. А тот факт, что на Финнике уже ланги приближаются к рекордным хаям, ни о чем не говорит. Сразу скажу. Я перестал смотреть ланги-шарты. Абсолютно перестал. Перестал смотреть их по той причине, что в этом нет смысла. Я раньше думал, что в этом есть смысл. Сейчас в этом нет смысла. Вы не помните, как у нас было преобладание… Я сейчас могу путать. По-моему, было жесткое преобладание шартов или лангов. Неважно. Прям жесткое-жесткое-жесткое преобладание лангов или шартов. И потом просто взяли и снесли это. Просто взяли, опустили этот график. А цена вообще не поменялась. В тот момент я понял, что ну нахер. Что этот график рисуется точно так же. И ни от чего не зависит. Вероятнее всего, его просто, может быть, даже цифрами прописывают. Это никак не связанные вещи. Потому что, ну, не может так поменяться приоритет лангов, шартов. Да, там много объяснений, люди искали всяких. Но это лажа все. Это все, это вот как, этот, как называется, coin market cap. Когда, вы знаете, у нас, короче, объемы капа по одной монете одна, а на самом деле она другая. Вот эти все дела потрясаются. Потом говорят, ой, ну мы ошиблись. Конечно, мы ошиблись, люди миллионы долларов теряют. По зеку сказал, на старте канала был такой формат. Ну вот, у меня не на старте. Посмотрим, как он себя покажет. Почему думаешь, что это движение сделано для выноса 9-11 тысяч, а не 8-9, 8-9, 10-11 на все это? Мы же глобалку смотрим. Мы смотрим, поймите, мы смотрим не месяц, не два, не три. Я про глобалку. Глобалка – это полгода, год. Средний срок – это там 2-3 месяца, месяц. Вот, локалка – это там меньше месяца. Но, да, абсолютно да. Так, с чего бы маркетмейкеру давать нам эти цели? Включая 160 по эфиру, по-моему, идет волна. Ой, Эллиот, все сразу не работает. Не потому, что я не люблю Эллиот, а потому, что просто Эллиот не работает. Почему? Потому что все в шортах. Очень шортисты явно преобладают на инфополе. Видео ни о чем. А, ну, спасибо. Так, ну и, как обычно, ребята, покупай Берскоин. Сейчас, в будущем, вы не будете думать о пенсии. Ну, на этом и закончим. Друзья, если вы хотите увидеть и услышать ответы на свои вопросы в следующем выпуске, не скупитесь, оставляйте комментарии, соответственно, под выпусками на канале. И я буду также в следующем выпуске их зачитывать, о них отвечать. Ну, и, соответственно, делиться своим мнением и опытом. До следующего выпуска, друзья. Работаем. Продолжение следует. Продолжение следует.